Итак, у нас появился повод достать однодолларовую монетку металлическую, на которой изображен третий президент Соединенных Штатов Америки, это Томас Джефферсон. А повод-то какой вот такой вот? Да вот именно 13 апреля, только в 1747 году, 270 лет назад, и родился Томас Джефферсон в штате Вирджиния в семье плантатора, и был он третьим из восьми детей. Когда Томасу было 14 лет, его отец умер, оставив в семье пять тысяч акров земли и десятки рабов. Позднее именно на этой земле было построено знаменитое поместье Монтичелло. В 1762 году Томас окончился кличем колледж Уильяма и Мэри в Уильямсбурге, где учился на философском факультете. В 1767 году получил лицензию на адвокатскую деятельность, а в 1769 году был изрун в палату представителей Вирджинии. Популярность Джефферсона принесла написанным книгам «Общий обзор прав человека в Британской Америке». Сборник статьи, который утверждал, что колонисты должны пользоваться правом на самоуправление, а английский парламент имеет полномочия только на территории Великобритании. В 1775 году он был избран во второй континентальный конгресс, на базе которого через год был создан комитет по подготовке и декларации независимости. Джефферсон стал главой комитета, взяв за образец декларацию прав человека Вирджинии, написанную Джорджем Мэйсоном. Он подготовил первый вариант декларации независимости США. В июле 1776 года, когда Конгресс проголосовал за независимость, декларация, подготовленная Джефферсоном, была выставлена на рассмотрение. Из первоначального варианта убрали четверть текста, аспекты критиковавшие рабство и работорговлю. Остальные статьи и декларации были утверждены 4 июля 1776 года. В 1779 году Джефферсон стал губернатором Вирджинии, а в 1781 году был захвачен в плен кавалерийской конницей англичан. Откуда, тем не менее, он от них сбежал, но в том же году оставил пост губернатора. В 1785 по 1789 года он служил послом во Франции, а по возвращении из Парижа был назначен государственным секретарем в кабинете президента США Джорджа Вашингтона. На этой должности Томми Джефферсон проработал до 1793 года. Джефферсон выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1796 года, но проиграл федералисту Джону Адамсу. Зато выборы 1800 года он выиграл, став президентом США. На этом посту старался усилить роль сельского хозяйства в экономике, поддерживал демократизацию власти, отменил налог на мелких производителей виски и провел значительные сокращения армии и флота США, резко снизив расход бюджетных средств. В 1807 году Джефферсон содействовал в введении запрета на работорговлю, за что был осужден южанами. Свои последние годы жизни Джефферсон провел в своем поместье Монтичелло, которое было выстроено по его плану. В своей резиденции он переписывался с политическими деятелями из других стран, к нему приходило большое количество визитеров. С 1797 года по 1815 год он являлся президентом философского общества Америки. Коллекционировал книги, число которых превысилось 6000 штук, и эта коллекция послужила основной большой библиотеки Конгресса. Одним из последних его достижений стал университет в Вирджинии. Джефферсон сам придумал дизайн здания, сформировал преподавательский состав, сочинил университетский устав и учебный план. Университет был открыт в 1825 году. А вот через год, 4 июля 1726 года, в день 50-летия про соглашение Декларации независимости, Томас Джефферсон умер. В этот же день, несколькими часами позже, умер его постоянный политический противник, Джон Адамс. Вот такая вот странность. Совпадение. Рука судьбы, что ли? Так, у нас как бы есть совсем немножко времени, и можно что-то из анекдотов, что ли, про американцев вспомнить. Ну вот, например, в СССР в 50-е годы американский турист решил попить газированной воды. Подходит к автомату, бросает 3 копейки, ждет. Автомат пожужжал, покашлял, и ничего. Американец бросает монетку. Нифига. Еще одну монетку, тот же эффект. Постоял, репу почесал, и думает, а ведь это идея. Вот так появились игровые автоматы. Пожар в школе в Техасе. Один пожарный во втором. Я буду школьников из окна кидать, а ты лови. Окей, через несколько минут. Ты почему негров не ловишь? А я думал, что это уже обгорелые. Летит американец на самолете российской авиакомпании. Подходит к нему красивый стюардесс и спрашивает, желаете отобедать? Он говорит, а какой выбор? Ну или да, или нет. Обращение Буша к американскому народу. Враг коварно напал на наши самолеты. Когда те мирно бомбили его города. Кстати, только в американских фильмах 20-летняя блондинка с четвертым размером Бюса может быть крупным специалистом по атомной энергетике. Американец достаёт последнюю бутылку водки и говорит русскому, вылью. Я тебе вылью. Всё хорошо в штате Айова. Жаль, такая рифма пропадает. Статистики свидетельствуют, что американские полицейские совершают примерно столько же промахов при прицельной стрельбе, сколько их российские коллеги при попадании после предупредительного выстрела. В США нашли дневник Беннадена, который очень помог следствию. В нём нашли пятёрку по географии и неуть за поведение. Ну что ж, пожалуй, всё на сегодня. Продолжение следует...